Внутри должна изменяться сама система, или это просто, как говорят китайские мудрецы, мы посидим на берегу реки и подождем, когда просто уйдет. Все это, и тогда мы воздвинем новое здание. Но гораздо легче же, когда уже, тем более есть же, да? Вопрос такой, я тоже задавал в этих интервью, успех олимпийцев 64-го года. Четыре участника, четыре медали. Шедевр, сто процентов успех. То есть, это все равно, сейчас говорят, успех российской сборной 2012-го года. Но это не сто процентов успеха. Поехали 9 человек, или 10. И женщины еще. Женщины, да, нам сколько, 10 человек поехали, ну там, да, четыре медали. Это не сто процентов успеха. Сто процентов успеха у себя четвертого года, все с медалью, безусловно. Вот. Значит, система тогда работала, какая школа, кто, как. Сейчас мы не говорим, что это самбо. Но мы пришли к поводу, что самбо тоже не появилось просто так. Она пришла из системы какой-то, которую тоже переняли, сделали школу и так далее. Там прошло всего лишь 15 лет, когда, с того времени, когда репрессировали Ощепку в 1938-м. То есть, ну что такое 15 лет? 15 лет это буквально вчера. То есть, то самбо, с которым первые наши дзюдоисты вышли на международную арену, это фактически тот дзюдо, которое он преподавал до 1938-го года. Да, практически. Те учителя, которые были, они... Он там особо не успел ничего никого там сильно подготовить, а старт, конечно, ничего. У нас все-таки технологии борцов еще были хорошие. Да, да. Можно вам вопрос познавать? Да, да, конечно. Такие камерзные. Да. Потому что накопилось. У вас такое большое выступление эмоциональное. Я вот что-то не очень понял, честно скажу, вот, тему вы сказали по теме диссертации, что, в общем, цель вашей работы, я так понял, это повысить качество подготовки ветеранов, как спортсменов. Аспект спортивной тренировки, который связан с совершенствованием кондиционных... Я думаю, тут они же возрастные, кондиции падают. Как сделать так, чтобы они стали более сильными, более дежурными? То есть, в основном это... То есть, это все-таки спортивный максимум максимализм. Да, да, да. Потому что там... Когда в этой связи вопрос, вы считаете, что реальный есть социальный заказ на это сегодня? На подготовку ветеранов, как спортсмена? Да, я вспомнил. Ну, да, тут надо тогда просто прокомментировать вообще, как и почему. Нет, то есть, я не понял. Создать из ветеранов спортсменов, ну, чтобы не 15 лет, как школьники делали, а делали по-другому, там, вы привносите с кроссфит и все. Сделать можно все что угодно, технологии много. Просто зачем это нужно делать? Если не сенсор, то это понятно. Да, да, да. Я с вами совершенно согласен. Есть реальный запрос, такой вот жизненный. Есть. Нет, 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 я говорю вот так, немножко рассуждать. Есть какой-то запрос жизненный. Вот тут, я, скорее всего, по ветеранам запрос такой. Вообще, в целом, методику их нужно изменить. И сделать особый упор именно на обучение и на тренировку. Это ну, честно, я не понимаю, а это нужно вообще? Для ветеранов? Да. Ну, мы называем, знаете, как ветеранами. Вот ветеран. На самом деле, я не люблю вот это слово ветеран. Потому что ветеран, например, человек, вот мастер спорта СССР там был когда-то, да, и сейчас он горец. Вот этот ветеран. Но у нас многие приходят в жидо, которые не мастера, которые не занимались. Как это просто спортсмен зрелого года. Я понял. Вы просто статистику приводили, она достаточно плачевная. Ну, скажем, там, 140 с чем-то тысяч, 150 тысяч. Статус 350 там. Да, да. Ну, это надуманные цифры, конечно. Реальная цифра около 150, не больше 200. Потому что, я помню, в 2005 году цифра была 209 тысяч. Это по 1 ФК, 5 ФК. И она была удвоенная за счет сомбистов. Ну, потому что отчеты сидят, вы знаете. За одного спортсмена и сомбисты все здесь отчитываются. Поэтому 209 тысяч это было, где-то, скажем, 100 с копейками. Ну, на жидоист приходился. Потом цифра приползла до 150 где-то. Это, я думаю, максимальные показатели. Ну, насколько я знаю. Вот. Может быть, что-то изменилось. Ну, 10-3 года там с какой-то на 200 тысяч это было невозможно. Но задача была поставлена увеличить и увеличили. Это, как у нас везде, в стране происходит. Но смысл в том, что у нас 150 миллионов населения. И занимается 150 тысяч, грубо говоря. Это в процентах будет где-то меньше. Это 1 десятая процента. Вот. И это очень мало, она плачевная. Из них ветеранов, наверное, там еще меньше. То есть, насколько социально интересно ветеранское дзюдо вообще нашему населению, стране. И зачем тогда совершенствовать какие-то технологии, если просто их там какая-то, ну, скажем, так извините за прозу, горстка людей, там, часть из них сумасшедшая, часть просто любит этот вид спорта, часть какие-то другие цели ставит. То есть, просто потому, что они есть. Ну, это, ну, хочешь, человек занимается, не хочешь, не занимается. Зачем нужно вот это совершенствовать, извините, такой, ну, строить что-то, строить, строить, строить новые методики. Или лучше заняться здоровоизмеряющими технологиями для людей среднего возраста и пожилого. То есть, вот, у вас, я так понял, а все-таки нацелены на достиженческие вещи. То есть, чтобы они выиграли соревнования. Я сейчас объясню. Или жизнь сохранить. Здесь, на самом деле, все очень просто. Научные исследования, которые делаются в рамках... Вот, научные исследования, то что там? Сейчас я объясню. Научные исследования, которые делаются в рамках университета. Невозможно выбрать абсолютно любую тему, вот, которая бы, на ваш взгляд, была актуальной, и которую бы утвердил ученый совет и сказал, ну, да, вот это вот актуально, давайте мы будем работать. Там есть специальность, называется она 13-00-04. То есть, это связано со спортивной тренировкой. Поэтому... Вы по этой специальности пишете? Да, да. Поэтому... И мы еще восьминка кадровка. Да, да, да. Понятно? Почти по четвертой пришел. Поэтому здесь, безусловно, эта тема и, соответственно, содержание работы должно быть связано с совершенствованием именно спортивной тренировки. Четвертая такая. Именно спортивной тренировки. И тут мы сталкиваемся со следующим аспектом. Структура диссертации. Там проводится эксперимент. В эксперименте участвуют две группы. Мы должны понимать, мы должны очень четким инструментарием, критериями обладать. Как сравнить вот эти группы? То есть, если мы уйдем с вами в аспект какой-то технико-тактической подготовки, это космос как тяжело будет сделать. Это просто... Это, знаете, будет сложно сделать одному специалисту. Это, наверное, комплексно-норочная группа должна работать и так далее. Потому что, чтобы написать диссертацию, структура, технологии-то есть. Ну, вот я, давайте, я пущу. Я просто не очень понимаю, сама цель работы понятна. А цель, скажем, такая жизненная. А нам для чего ветеранов-то тренировать? Нам это надо или нет? Вот так, для себя спрашиваю просто. Вот здесь мы опять... Вот я порешал, что Беридзе знаю, уважаю. Я знал его хорошего спортсмена в молодые годы, когда он был мастером вежливого класса. Все, говорю, зачем мне сегодня, мне, вот я не извиняюсь за прозу, тренировать Беридзе? Это нужно или нет? Беридзе не нужно. Хочет, пусть тренируется, не хочет, не надо. Беридзе не нужно. Не, я просто говорю так, в образ, на его примере. Вот зачем мне, как специалисту, тренировать Беридзе? Это лишние затраты, какие-то там, скажем, не только денежные, но и вообще какие-то моральные. А если он хочет или не хочет, мне вообще, зачем все это нужно? Вот тут, да, я, можно его? Вот тут, вот именно, вот я начался еще с уточнения, с конкретизации терминологии. Вот проблема с этим словом ветеран. Вот ветеран, вот все-таки опять, по русскому языку, вот как вы совершенно правильно говорите, ветеран это Беридзе, вот это ветеран. Вот это, пишите пример ветерана, вот таких совершенно правильно говорите, их единицы. И тренировать никакого запроса, социального абсолютно нет. Но, мы должны... Тем более достиженческой задачей нет. Конечно. Мы должны с вами каким-то другим термином назвать, вот, вот сколько их, вот трудно сказать, сколько этих лиц зрелого возраста, это вот опять, вот там, определение, там, еще там, 70-х годов, 25-35, это первый зрелый возраст, второй зрелый, там, 35-60. Вот лиц вот этого зрелого возраста, который, он смотрит, он смотрит интернет, он там общается с кем-то там еще, ну, например, люди занимаются, там, в любом практическом возрасте, там, айкидо они занимаются, они занимаются каратэ они занимаются, они занимаются джу-джитсу, они занимаются какими-то иными видами. Он, да, мне нравится дзюдо, я хочу одеть кимоно, войти в зал и тренироваться. Вот, поэтому социальный запрос, наверное, в том числе, может быть, и в этой диссертанции. Нет, это стоп-то из культуры есть. Да, он так затронут, там, в определенной степени, что, собственно, нацеленность должна, в первую очередь, быть именно на вот этих, ну, назовем их, спортсменами зрелого возраста, но не вот теми, в нашем понимании, спортсменами-ветеранами, которые приходят дзюдо, и, возможно, первые шаги, которые они сделают, они познакомятся с этим видом единоборства. Они, может быть, начнут в рандоре сначала там участвовать, может быть, в днях борьбы, а потом, может быть, он скажет, да, я хочу, да, у меня такие некоторые пришли, он, ну, да, я думаю, там, ну, лет через пять, может быть, на чемпионат России попробовать там выехать, там, в возрасте там сорока, там, семи, сорока восьми лет, там, ему там попробовать побороться. Такие люди тоже, они есть. То есть здесь, конечно, совершенно с вами согласен, не может быть направленности на вот этих ветеранов. Кстати, как и в других видах спорта, такая же тенденция. Если, например, много там, часто соревнований, там, в том числе, там, лыжные гонки, там, триатлон. Если мы берем, там, протокол соревнований, там, мы все спортсмены ставим там свое, там, звание, там, и разряд. Ну, а возьмем, например, там, лыжные гонки, скажем, там, марафон какой-нибудь, там, 50 километров. 400, там, предположим, 400-500 человек на финише. Мы смотрим, у кого какая квалификация. Ну, мастер спорта, мастер спорта международного класса. Ну, может, человек 10 оттуда будет. То есть, вот, как раз они попадают в понятие ветеран. Из 500. А 490, да, там, может, там, первый разряд, там, еще там, человек 30 напишет. А по возрасту они такие. Да, остальные, но по возрасту они такие же. Когда они пришли, и причем, кстати, их результаты, вот у тех, у которых трочек стоит, ничего не... Ну, отличается, конечно, но не так, чтобы там, не в два раза он хуже. То есть, он нормальный, он такой же, он гоняется, он физически крепкий. А, бывает так, что мастер спорта, он там ниже стоит значительно, а кто-то здесь стоит наверху. Поэтому и в других видах спорта такая же тенденция. Нацеленность именно на спортсменов или занимающихся зрелого возраста. Вот так это правильно сказать. У нас, к сожалению, вопрос после терминологии. У нас есть понятие ветерана. Можно еще этот вопрос такой уже не по докладу? Вы просто о себе не рассказали. Вы в прошлом не понятный? Да, я в прошлом, а сейчас, то есть, сотрудник, собрались в розбарде, полковник полиции, пока еще, в принципе, вопрос у меня. Тогда у меня все встает достависта. Вопрос у меня. Ну, у меня судьба, в принципе, такая. Не-не-не, я по вашему докладу просто. Начинал я здесь. Заходите, как систематизирует все. Да, вот этот турнир Гулейовича в свое время тоже боролся здесь и выигрывал, вот был чемпионом Москвы, чемпионом Москвы. Почему-то, извините, я вот так вот, почему-то все вот бывшие военные или бывшие работники там, в самом структуре, что у них потом уже достижение определенного возраста и звание появляется желание систематизировать, ну, в том числе и спорт, систематизировать, разложить по полочкам и чтоб все получилось. Ну, такая неизбыточная мечта, которую не пассивно как-то вот, ну, вообще всем другим. Ну, это, это своего, нет, нет. Во-первых, я сразу Резвана вспоминаю. Ага. Тут же, вот, кто-то тоже как-то что-то докладывает, у него так свои трудные вещи. Но почему-то хочется все так вот разложить по полочкам и сказать, вот теперь все будет хорошо. А оно на самом деле не от нас зависит. Я согласен с вами, что это очень сложно, но, знаете, с другой стороны, вот, ну, например, любой, там, современный учебник, кстати, вот по дзюдо, учебник Шулики мы открываем, дзюдо-система и Байк. Большой отдых, ну, тяжелый учебник. Тяжелый. Ну, вы знаете, первое, с чего он начинает? Он как раз начинается с классификации приемов, вот именно с систематизацией. И он говорит о том, что если мы его сейчас не назовем каждый из вот этих технических путей. Не надо, говорит, называть там у Сатагаря, там, или там в своей ноге. Для нас непонятно, для нашего русского лимфа. Ну, слушай, Лимф это продиозно. Нам надо по-другому. Нам надо какой-то подсад с зацепом, с подхватом, с перехватом. Так что, когда я прочитал полностью всю его классификацию, я уже понимаю, что к концу этого, да, я уже вот десятую страницу дочитываю, там, в конце, я уже не понимаю вообще, что это за стопой, бедром там. Вот как-то мне интересно, вот тоже, можно поспорить. Шулик, одевозный человек. Просто во всем мире применяется международная терминология, Асута Гарри, там, и еще и прочее. Кстати, которая, по своей сути, гораздо более информативна, чем наша. Вот, могу целую лекцию прочитать на эту тему. Но он говорит, так, по-русски. По-русски вы там, видите, хрен поймешь, а по-японски весь мир понимает. Ну, то есть, международная терминология. Все достаточно просто, и большинство, скажем, большая часть названий содержит смысловую нагрузку, как делать прием, даже написано. Как делать прием, да, там, мы все прекрасно понимаем. Что-то говорит, там, да, сделать там серповидные движения снаружи, там, и, о, это большое, значит, от бедра. То есть, достаточно все понятно. Япония спроста, которая спортом называется, может быть, и ничего поймет сразу. Но, в целом, образ формируется. А когда он говорит, давай назовем все по-русски, ну, это сейчас тенденция современная, что нам вся эта иностранщина не нужна. А давайте по-своему назовем. Ну, назовем по-своему. Мы будем опять весь мир не понимать. Весь мир будет понимать друг друга, кроме нас. И мы никого не будем понимать. И это такая проблема. И, конечно, такая тяжелая, как специалист в области развития физкультуры, И мы можем сказать, что всего, а отовсюду по многу, в одну кучу. То есть, это вот, я думаю, что он мог бы и вот таким даже, если собрать еще больше. Немножко бессистемно и нагромождено много. То есть, учебник, если он пишется под программу, я в высшей школе работаю, да, в Заргувке. Вот, поэтому, учебник, если пишется под программу, то он должен охватывать то, что в программе. Не надо ничего лишнего туда накидывать. Туда накидано все. Ну, вот там, Света написал, там, это Ирёгин тоже учебник. Жестакова и Ирёгина. Ну, там сплошная теория методика, просто такая вот. Как Матреев написал, там получебника Матреева и часть... А здесь только слова, это дзюдо, дзюдо... Ну, нет, но он более-менее ничего такой... Потому что он очень повторяет теорию методики физкультуры, поэтому он студенту будет более понять. Шуликов будет более тяжелый. Ну, конечно, там не буду обсуждать, это большой разговор. Вопрос просто систематизирует то, что мы хотим. Вот у нас сегодня тоже были доклады, мы друг другу докладывали. И, в принципе, почти об одном и том же, что должно быть что-то некое такое, что мы хотим, а оно почему-то не получается. Потому что у нас общество немножко другое и по другим законам живет. И мы поэтому всегда в какой-то проблеме с остальным миром. И вот последний допинг и скандалы опять эти... Опять нас к этому... Ну и, кстати, вот... Не хочет нас корпорации терпеть. И, допустим, в своих, как не мемуарах, а дневниках Кана и выступлениях все время, вот я тоже говорю, он уже говорил, ничего он не выдумывал, да, по сути. Он просто немножко реформировал то, что уже было в... Просто был годом именно... Не Мугодрова. В ситуации временного того времени уже в Японии. Вот и все. Сегодня, может быть, тоже не надо ничего выдумывать-то уже. Ты про Майкл Вармаскову говоришь? Ты его не уникальный, да? Нет. Канн. Ну, Канн, который... По его не уникальный. Книга-то. А, я не знаю. Вышил сегодня, вы с его узкими. Майкл Вармаскова. Если хочешь, я хочу переводить. А, вот этот Майкл, да. У меня есть английский язык. Есть русский перевод? У меня есть. Я вот с Алексеем Горбулевым общаюсь, у него очень много вот этих книг. Есть книги Хедемы. Ему научили дать рискный сборник Хедемы. У меня все книги, много материалов. Ну, по сути, может быть, и не надо ничего выдумывать, да? Все уже давно как бы разработано. Просто это надо внести в общество и, опять-таки, показать... Ну, мы сегодня говорим об одном. У нас вот, да, вот мы все обсуждали. У нас какая-то своя некая цель какая-то. Мы представляем себе вот это, а в нашем обществе цели совершенно другие. И поэтому тут противоречия возникают. Как это сделать? Ну, это, к сожалению, может быть... Как это, как-то... Ну, это у нас, получается... Некая... Как это? Утопизм, какой стиль? Я здесь, меня выбрал. Мы делали школу, вот что бы там ни было. Мы дело спрали ее.